Хороший урожай. В апреле это зерно продали. За него уже деньги заплачены. Но оно как лежало, так и лежит на этих элеваторах. Что делать? Куда девать новое зерно? В этом году тоже неплохой урожай. Инфраструктурные ограничения, таким образом, присутствуют у нас во всей цепочке от элеваторов до портовых терминалов. По совокупным мощностям портов по перевалке зерна в настоящий момент они составляют около 20 миллионов тонн. Мы должны выйти на уровень экспорта, я уже назвал позицию, 50 миллионов тонн, но в ближайшей перспективе это может быть 30-40 миллионов. То есть в ближайшие годы нам предстоит удвоить перевалочные мощности. Сложная задача. Пока основным направлением поставок является Черноморская. Фактически половину нашего экспорта обеспечивает глубоководный порт Новороссийска. И это, конечно, при том, что мы ставим перед собой задачу диверсифицировать экспорт зерна, в том числе в страны АТР, Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако совокупные мощности трёх дальневосточных портов, находки, Владивостока, Ванина всего 2 миллиона тонн. Это ничего. И там необходимо принимать решения. Нам нужны и дополнительные перевалочные мощности, и новые элеваторы, о чём я уже сказал, и специализированные транспортные средства, подъездные пути мы должны развивать. Ну и здесь, я надеюсь, свой вклад внесёт недавно созданная Объединённая зерновая компания. Одна из её задач – развитие инфраструктуры зернового рынка, в том числе с привлечением активов частных инвесторов. Естественно, на государственном финансировании мы всех задач не решим. Ещё одна проблема – развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Здесь пока тоже движение очень слабое. Начинали этим заниматься более активно в период, когда начался национальный проект. Но глубокая комплексная переработка сельхозпродукции всё равно отсутствует. И, к сожалению, значительная часть издержек, которые формируются в сегменте переработки и реализации, перекладывается просто на плечи крестьян. Это тормозит развитие хозяйств и вообще сельхозпроизводства. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо стимулировать конкуренцию. Это особенно важно, кстати, в период кризиса, в нынешней ситуации. И это задача, которая стоит и перед регионами, и перед ведомствами. Нужно создать современную пищевую и перерабатывающую промышленность. И только в этом случае мы сможем капитальным образом подтянуть проблемы занятости. Мы все знаем, сколько людей у нас работает на селе. Это, по сути, треть страны. Так сложилось исторически. В этом и ряд наших проблем, и определённые преимущества. Это определённый, очень серьёзный уклад жизни. Я уж не говорю о том, что труд человека, который живёт на селе, он очень сложный. Особенно в условиях недостаточной механизации, отсталости по целому ряду сегментов. Поэтому именно этой задачей мы должны заниматься совместно. Тем более, что по экспертным оценкам, на одного работника в сфере сельхозпроизводства приходится 10 занятых в переработке и реализации. Это создаёт такой мультипликативный эффект, как принято говорить, для других людей. Трудно конкурировать с предприятиями зарубежными, я имею в виду с трейдерами зарубежными, которые имеют доступ к дешёвым кредитным ресурсам. Поэтому кредитование аграрного сектора остаётся одной из ключевых задач. Я думаю, что сегодня вы об этом скажете и по текущей ситуации, и по тем возможностям, в том числе по системе государственной поддержки, которая по целому ряду направлений должна будет сохраняться. Ещё одна тема – это информационная оболочка аграрного сектора. Мы только к ней приступаем. Но это, тем не менее, очень важная вещь – внедрение высоких технологий в управленческую и производственную практику. Нам нужна точная информация о состоянии земель, о посевах, об урожае, о ситуации на рынках, о балансах производства и потребления сельхозпродукции. Но отсутствие качественной оперативной информации, конечно, создаёт очень серьёзные проблемы, ведёт к убыткам, к снижению конкурентоспособности наших производителей. И мы просто не получаем того, что могли бы получить. Сейчас мы, к сожалению, пользуемся данными, которые получаем от иностранных государств, в том числе и данными космического мониторинга, несмотря на то, что мы крупнейшая космическая страна. Но не следует забывать, что те данные, которые мы получаем из других стран, они могут быть разными. И зачастую это данные от наших прямых конкурентов. Поэтому, обладая современными техническими средствами, современными технологиями, мы сможем быстрее и лучше оценивать ситуацию и принимать уже на основе этой оценки верные решения. И последнее. Сегодня мы тоже об этом говорили, когда были в полях, создание полноценного семенного фонда. Сегодня большую часть его мы закупаем за рубежом. Причины ясны. Мы просто до ручки, что называется, довели собственные возможности. Производство сахарной свеклы и кукурузы сегодня были и на том, и на другом поле. Практически полностью зависит от импорта семян. Это позор для нашей страны. Перед нами стоит важнейшая задача наладить производство семян всех возделываемых в России сельскохозяйственных культур в размере хотя бы трёх четвертей от потребностей. В противном случае мы не сможем гарантировать обеспечение продовольственной безопасности страны уже в самой ближайшей перспективе. Я уж не говорю про решение тех амбициозных задач, как то поставка существенных объёмов по экспорту, получение денег от экспорта продукции сельского хозяйства. Поэтому к этой проблеме необходимо привлечь и научные силы, они у нас ещё остаются, и производственные ресурсы, и, конечно, возможности бизнеса. Бизнес должен в эту сферу вложить деньги и государственные, конечно, возможности. Приступаем к работе. Доклад министра сельского хозяйства Елены Борисовны Скрынник.